Миллионы и миллиарды камней, которые движутся каждый по своей орбите. Одни из них похожи на камешки, другие огромные, как небоскребы. Некоторые из них находятся на расстоянии 200 миллионов миль от Земли. Время от времени происходит страшное. Несомненно, что каждый раз Земля может столкнуться с ним. Я думаю, что это происходит достаточно часто, если представить историю человечества как один. Конечно, это кажется нам научной фантастикой, однако вероятность этого достаточно велика. И когда это произойдет, миллиард человек умрет сразу же. Он летит через атмосферу, как кулак гигантского бога. Земля трясется, начинаются ударные волны, атмосферные изменения. Все происходит как снежный ком, наращиваясь и наращиваясь. В конце концов, вся Земля превращается в огромную ворону. Огромное цунами. Вода, которая набрасывается на города и сметает все со своим пути. Неоднократно Земля была подвергнута подобному дождю. Мы видим шрамы на ее поверхности. Просто мы их не замечаем. Перед столкновением с Землей. Люди, которые только что выступали перед вами, не кликуши. Они являются одними из лучших астрономов и космических ученых, которые сегодня работают. Здравствуйте, меня зовут Майк Фаррелл. Однако, то, что говорят эти люди, это не просто сейверия. Комета или астероид диаметром в одну милю, обычно может столкнуться с Землей с силой в миллиард раз больше, чем бомба взорвана над Хиросимой. Она может снести с лица Земли Нью-Джерси и изменить ход истории, так как мы его знаем. Что же происходит? Возможно, ядерная зима? Жизнь закончится? А те, кто выживут после первого столкновения, умрут от голода? Это кажется вам странным? Подумайте. 23 марта 1989 года астероид, размером с авианосец, едва-едва не столкнулся с Землей. Если бы он столкнулся с ней, он бы убил все на расстоянии сотен миль. В этом 1994 года люди наставили свои телескопы на Юпитер. Астероиды – куски металла или остатки планет, которые не абсолютно сформировались, когда наша Солнечная система была рождена. Кометы находятся гораздо дальше от Солнца. Они представляют из себя смесь камня со льдом. Метеор – это след, который мы видим, когда астероид входит в атмосферу. Сама идея о том, что астероид или метеор столкнулся с Землей, кажется нам очень странным. Однако послушайте внимательно. Обычно, когда астероид отличается с Землей, образуются в тратере, на любом континенте. Почему же не признать, что это угроза существует, даже как и торнадо, и гигантские наводнения, и землетрясения? Просто потому, что это происходит с периодичностью гораздо реже, чем сменяются поколения на Земле. Некоторые ученые считают, что астероиды уже вызывали массовое вмирание различных видов на нашей планете. Да, это было давно, но это не значит, что это не произойдет снова. Рекламный ролик. Скорее, бежим отсюда. Но мы же еще не ели. У нас нет времени. А как насчет курицы? Давайте признаем. Идея астероидов-убийц, которые выезжают к Земле, не кажется нам серьезной. Отличная курица. А ты выключил Bluetooth. Однако правда состоит в том, что астероиды и планеты уже сталкивались с нашей системой с самого начала времен. И многие из них падали на Землю. 30 июня 1908 год. 7 часов 40 минут вечера. Вот что осталось от Тунгуски в Сибири, когда астероид примерно со размером 20-этажный дом вошел в нижнюю стою атмосферу и упал на Землю. В результате арена разрушения была сравнима с городом Вашингтоном в Америке. К счастью, здесь мало кто жил. Интересно то, что астероид даже не упал на Землю. Он растворился в воздухе, но это был один из крупнейших астероидов, который когда-либо падал на Землю. Если бы на месте Тунгуски был бы Нью-Йорк, я думаю, миллионы людей погибли бы. Это безусловно. Примерно каждые три века происходят с должной периодичностью. Объекты падают на Землю буквально каждый день. Недавно один замороченный фотограф снял подобное явление. Команда телеоператоров, снимавшая футбольный матч в Джонстауне, Пенсильвании, сняли и эти следы кометы. Недавно подобное же произошло в одном городе в Новой Англии, штате Нью-Йорк. Я не подумал, что это было террористическое нападение, потому что то, что упало на машину, прошило ее насквозь. Наконец я совершил обыск и увидел, что под машиной лежит камень, обугленный камень размером с футбольный мяч. Удивительно, что он упал между двумя домами. Когда я подумаю, что нечто пролетело миллионы и миллиарды миль в космическом пространстве и вдруг упало между двумя домами здесь на Земле, это меня просто поражает. Однако не так поражительно то, что мы живем во Солнечной системе, которая представляет из себя космический тир. Доказательства каждую ночь. Чтобы понять, что на Земле постоянно будут астероиды, стоит посмотреть на Луну, посмотрите, какие там кратеры, тысячи и тысячи кратер, один на другом. Наша планета также имела бы много кратеров на поверхности, но эрозия почвы и химические процессы сглаживают их. И между тем существуют улики, которые можно найти. В 360-м году доктор Юджин Шумакер доказал, что этот кратер в пустыне Аризона был вызван астероидом, который двигался со скоростью 43 тысячи миль в час. Он двигался быстрее, чем ракета, которая взлетась из Земли. Пожалуй, это первое место на Земле, где кратер отпадения метеорита был в первый раз найден и отписан. Это огромный предмет, который упал с неба и вызвал появление этого кратера. За много лет было найдено очень много кратеров на Земле. От 40-мильного в Австралии до 20-мильного на одном из островов в Тихом Акеане. Но за много тысячелетий астероиды оставляли не просто большие кратеры. Ученые считали, что иногда они приводили к исчезновению некоторых видов жизни. Можно себе представить, что происходило, когда звезды тела падали на Землю. Часто они становились химическим фундаментом, на котором строилась жизнь. Азот, кислород, водород и углерод – то, из чего мы сделаны. Вновь и вновь появлялись из космоса. В каком-то смысле мы можем сказать, что мы потомки комет. Поскольку большинство планеты созданы из воды, а вода была принесена на Землю миллионы и миллионы лет назад кометами и астероидами, в следующий раз, когда будете пить воду, подумайте, что вы пьете комету. Они приносят жизнь, но очень часто могут изобрать ее. Недалеко от соплоства Юкатана ученые нашли останки крупнейшего кратера, который провел к идеологическим изменениям на всей планете. Возможно, астероид диаметром всех в мире 65 миллионов лет назад столкнулся с Землей. И столкновение это было таким сильным, что несколько тысяч раз превышает силу всех ядерных бомб, накопленных сегодня на Земле, если бы они столкнулись с Землей одновременно. Он прошел через атмосферу, в результате начались великие землетрясения, огромное атмосферное потрясение. Это было похоже на невероятно мощный ядерный взрыв, который ощущался на расстоянии тысяч и тысяч миль друг от друга. Вода поднялась из океана, в результате атмосферные изменения ощущались на всей планете. Когда, наконец, дым рассеялся, началась тепловая обработка Земли. Леса стали гореть, в результате суша стала быть водой. Некоторые считают, что темнота распространялась над всей землей, в результате солнца было скрыто облаками. Может быть, именно это и вызвало ледниковый период. Температура резко упала. Вода замерзла. Прекратилось появление растений. Те животные, которым повезло, и которые умерли сразу, все равно бы погибли от голода. И от великого холода. Правда ли это? Говорят, что доказательство этого может быть найдено в глиниевом поясе, который окружает практически всю Землю. Возможно, это граница между двоичным и идентичным периодом, которая очень легко видна здесь. Например, останки динозавров всегда находятся ниже этой линии. А верхняя линия, которая принадлежит третичному периоду, уже не имеет себе таких костей. Значит, динозавры вымерли гораздо раньше. Вы видите этот слой глины? Огромное количество материалов. Видимо, это было найдено растаявшими кусками метеорита. Это не только динозавры. Наши данные показывают, что все, что было найдено здесь, принадлежит и космическим телам. Поскольку тогда таких металлов на Земле, естественно, не существовало возможно. Вымирание динозавров было геологически мгновенно. Утверждают, что главная улика и доказательство лежит в самом слое глины. Это, безусловно, был небесный объем, который столкнулся с Землей. Он летел через атмосферу, сгорал, взорвался на Земле и в результате превратился в слой пыли, которая геологически распределилась равномерно. Затем геологически наносные слои продвигались наверх. Я думаю, этот астероид столкнулся с Землей 65 миллионов лет назад. Это не так уже недавно. Поэтому я думаю, что астероиды могут внести огромный вред. И это происходит очень быстро. Не так уж трудно соединить две части цепочки в одну и сказать, что одно породило другое. Как ни странно, именно гончина динозавров и вызвала другие мнения о положительной роли астероидов. Я думаю, что мы, люди, не жили бы сейчас на этой планете, если бы не вымерли гигантские ящерицы 65 миллионов лет назад. Это буквально было феноменом, который изменил нашу жизнь. И если это произошло раньше, это может произойти и снова. Возможно, чтобы откуда-то оттуда, из космоса, к Земле, неслась скала достаточно большая, чтобы уничтожить цивилизацию? Возможно, будет приятно узнать, что астероиды вряд ли встретятся с Землей в ближайшие миллиард лет. А так маленькие объекты, достаточно большие, чтобы уничтожить Нью-Йорк, могут подойти на Землю периодичностью раз вверх. Помните астероид, который взорвался над Сибири в 1908 году? Значит, скоро нам стоит ждать другого визита. Возможно, вы будете шокированы узнать, что NASA утверждает, что ваши шансы умереть в результате столкновения с астероидом в шесть раз больше, чем шансы умереть от авиакатастрофы. Это вас шокирует, меня тоже. Но, возможно, мы можем изменить это сами. Вечернее небо, как мягкое одеяло, покрывающее Землю. Между тем, ученые пользуются телескопами для того, чтобы узнать, какой хаос содержится за этим обманчивым спокойствием. В небе путешествуют миллионы астероидов, которые не похожи друг на друга и многие из которых направляются к Земле. Если бы мы видели, как путешествуют астероиды и как избавиться от этого дождя, нам бы все было ясно. Если бы наше ограниченное человеческое зрение могло бы пройти дальше и дальше, что бы мы могли увидеть? Если бы ночь была спокойной и безоблачной, мы бы увидели примерно несколько тысяч звезд. Некоторые из них были бы астероидами, приближающимися к Земле. Несколько сотен тысяч были бы размером с футбольное поле, а несколько миллионов были бы размером с небольшой дом. Примерно полторы тысячи астероидов находятся на орбите и могут теоретически встретиться с Землей. Люди считают, что это происходит давно. Это нонсенс. Посмотрите внимательно на Австралию. На ней примерно 23 огромных кратера. Четыре из этих кратеров появились только за последний год, поэтому астероиды падают на Землю гораздо чаще, чем мы дома. Астероиды, космические путешественники, образовались, по крайней мере некоторые из них, с самого начала Солнечной системы. Примерно 3 или 4 миллиарда лет назад в небе стали образоваться объекты из космической пыли и кусков больших планет. Они были как бы остатками этих планет. Те, которые образовались между орбитами Марса и Юпитера, называются астероидами, то есть планетами, которые так и не образовались, и которые путешествуют по орбитам крупных планет. Сегодня они по-прежнему путешествуют по этим орбитам между Юпитером и Марсом. Обычно это называется главным поясом астероидов. А так они не всегда остаются на этом поясе. Очень часто наслоение протяжения Юпитерного протяжения Марса заставляет их сойти с орбиты, и многие из них ходят на орбиты Земли. Для того, чтобы Земля рисковала своим существованием, объект должен быть примерно размером с несколько футбольных полей. Очень многое зависит от того, насколько велик астероид и из чего он сделан. Ученые утверждают, что столкновение объекта примерно милю диаметром с Землей будет фотострофовать для планеты. Но существуют две данные о том, насколько часто это происходит. Мы можем это просчитать. Мы можем просчитать шансы того, как вы рискуете в летать падение астероида на Землю. Это в несколько раз выше, чем ринг погибнуть в авиакатастрофе. Это гораздо выше, чем мы думаем. И это не может являться абсурдом. Я думаю, что примерно каждые сотни тысяч лет на Землю падает астероид в несколько миль. Если это действительно так, то это может произойти даже при жизни наших детей. Давайте посмотрим, насколько высоки шансы этого. Итак, шансы умереть от астероида гораздо выше, чем шансы умереть в авиакатастрофе или от торнадо. Это гораздо выше, чем шансы умереть от таких естественных катастроф, как торнадо, например. Просто это происходит очень редко, поэтому мы не думаем об этом. Если это произойдет, очень много людей умруют мгновенно. К сожалению, стоит беспокоиться не только об астероидах. Обсерватория? Это Барт Симпсон. Я вижу нечто в небе. Конечно, это весело, и об этом не стоит беспокоиться. В этой комедии астероид не должен был попасть на Землю. Комета Барда оказалась подделкой. Планета была спасена. Мы спасены! Однако, в июле 1994 года, комета, исказная Дэвидом Леви и Дженом Шумахером, стала гораздо мощнее, чем все кометы, которые когда-либо были обнаружены в человечестве. Потрясенный мир смотрел, как тот из комет, так называемый пояс Шумахера Леви, обружился на Юпитер, оставив множество шрамов. Один из них был больше, чем сама Земля. Для астрономов это было исполнение мечты, возможность увидеть столкновение астероида с огромной планетой, представляя человечеству несколько раз в миллионы лет. Конечно, это фантазия, это мечта, которая была у меня с самого детства. Но я не думаю, что увижу это при своей жизни. Причем это произошло так далеко, что для нас никакого вреда не представляло. Именно поэтому это было так интересно. Однако планета Юпитер получила огромное повреждение. Самое интересное, что до этого момента никто никогда на Земле не видел подобных столкновений. Возможно, это была подобная встреча, которая заставила динозавров выменить. Теория неожиданно стала фактом. Перед этим событием я говорил, нет, ничего не произойдет, ничего не случится. Крошечная комета, огромная планета, неужели это имеет такое огромное значение? И я была абсолютно не права. Через год данные все еще анализируются, и некоторые результаты отрезвляют. Эти штуки, возможно, несколько меньше, чем мы сначала думали. Может быть, некоторые из них от 500 метров до километров в диаметре. Так что это совершенно маленькие небесные тела, в особенности в сравнении с такой гигантской планетой, как Юпитер. И между тем взрывы были огромные, в несколько сотен тысяч раз больше, чем взрыв от бомбы в Хиросиме. И мы видели это, мы видели это в своих телескопах. И тогда, безусловно, наши мнения об этом изменились. У нас очень маленькая планета с очень тонкой атмосферой, и, безусловно, нужно совсем немного, чтобы произошел огромный взрыв. Если такие маленькие небесные тела могут вызвать такую панику на Юпитере, можете себе представить, что будет над Землей? Может быть, то, что произошло на Юпитере, может произойти и здесь? В теории, конечно, может. И даже если эти фрагменты распадутся в атмосфере и не достигнут Земли, все равно катастрофа в Хиросиме будет являться пустяком по сравнению с этим. Другие астрономы пытаются предсказать движение астероидов, наблюдая в телескопах дальние границы Вселенной. Мы видим это. И если это произойдет, то мы можем это предсказать, но, к сожалению, большинство астероидов невидимо пока не войдутся, не войдут на определенную близость. За планетой Нептун находятся, например, пояс Кеплера. Это крошечный пояс, которым существуют между тем на огромном расстоянии друг от друга, но на маленьком расстоянии в рамках Солнечной системы огромное количество астероидов. Некоторые из них доходят до самых границ Солнечной системы, где они встречаются с сферической формой, так называемой пояс комет. Их орбита очень велика. Они возвращаются к Земле периодически раз в миллионы лет и представляют из себя огромную угрозу. Комета или странствующая звезда входит на орбиту Солнечной системы не так уж часто, но когда она это сделает, возможно, мы не сможем противодействовать ей и не можем ее предсказать, поскольку она двигается очень быстро. Всегда существует огромная структура. Они двигаются гораздо быстрее, чем астероиды, и имеют гораздо большую энергию. Даже если маленькая комета падает на Землю, она вызовет огромное разрушение. Мы просто не знаем, когда они придут или когда они уйдут, и на какой орбите они будут двигаться. Если ведь настолько велик, то, наверное, существует целая армия ученых, которые окружают над этим. Дело в том, что профессионалов в этом деле совсем немного. Мы, люди планеты, которые просчитывают угрозу, на совсем немного, гораздо меньше, чем в персонале одного Макдональдса. Это смешно. Итак, кто они такие, эти охотники за астероидами? Возможно ли столкновение Юбидера с кометой Шумахера Леви быть предупреждением для нас, землян? Для того, чтобы представить хотя бы одну тысячную долю этого взрыва, нам пришлось бы взрывать атомную бомбу каждую секунду в течение десяти дней. Даже конгрессмены почувствовали бы этот взрыв. Конгресс потребовал от нас, чтобы ученые придумали бы план спасения. Земли. Нечто типа страхового полиса. Как же, однако, обезопасить себя от астероидов? Если наши расчеты правильные, это будет самое страшное открытие всех времен и народов. Эти два космические тела прошли за две недели несколько миллионов миль. В фильме 1955 года, когда сталкиваются миры, цивилизация практически погибла, поскольку никто не мог предсказать день страшного суда. Самое удивительное, что сегодня мы тоже совершенно не подготовлены к этому. Очень много людей смотрят на небо, но не так много их можно пересчитать по пальцам одной руки. Кто смотрит? Примерно три обсерватории в Австралии, две в Америке и одна в Европе. Больше никто. Некоторые считают, что необходимо бомбардировать астероиды специальными зондами для того, чтобы они были заметными. Другие утверждают, что можно просчитать их пути и понять, куда они могут упасть. Но есть масса вещей, которые мы еще не сделали, которые могут иметь в себе потенциальную опасность. И мы не будем понимать этого, пока не проведем наши исследования. Пока не существует никаких фондов. Очень старые телескопы используются в подобных программах. Маленькие телескопы, немощные телескопы. У нас крошечный бюджет. Все наши ученые практически работают добровольно и мало платят. Доктор Том Геральц один из немногого количества профессионалов, астрологов, которые смотрят за астероидами. Он находится на высоте полутора километров в своей обсерватории. И хотя его телескопу уже несколько десятков лет, он постоянно совершенствует и компьютеризирует его. В результате камера снимает куски ночного неба. Они появляются на дисплее и Геральц ищет новые опасности. Крошечный бюджет или большой бюджет усилия Геральца распространяются на орбиты тысячи астероидов, которые могут потенциально перейти в орбиту Земли. Существует астрономическая проблема. Не только проблемам бюджета. Астрономическая проблема состоит в том, чтобы понять, как действуют астероиды, как они проходят по ночному небу. Это можно сделать использованием только современных средств, электронных и компьютеров. Согласно гипотезе Геральца, примерно 17 тысяч астероидов могут вызвать глобальное опустошение, если они войдут в атмосферу Земли. Произойдет ли это рано или поздно, он не знает. В настоящее время целые раи астероиды проносятся над нашей головой. Некоторые из них сгорают в атмосфере, некоторые просто отклоняются. Но опасность огромна. 6.5 Для доктора Эленор Хеллин вещи еще хуже. Она не могла капитализовать этот телескоп, поэтому ей приходится проводить расчеты старым телескопом. Она вставляет кассету с пленкой в телескоп, делая снимок и потом его проявляет. После этого она с помощью стереомикроскопа ищет новые астероиды. Один глаз смотрит на один, на одно изображение, второй на второе, так сказать, в мозгу все уже схвачено. С использованием этой техники столетней давности доктор Хеллин нашла уже 95 новых астероидов. Но она беспокойна нашим будущим. Понимаете, мы абсолютно зависимые и хрупкие люди перед этой катастрофой. Это огромные куски скал, кометы, которые постоянно идут к сопровению с нами. И я думаю, что в будущем Земля все равно станет их целью. В каком-то смысле это не естественная катастрофа, которой обеспокоены политические лидеры. Для них это просто научная фантастика, поэтому они не выделяют деньги. Я думаю, что большинство конгрессменов вообще не знали, что даже в прошлом на Землю падали астероиды. Они утверждают, что у нас в Конгрессе есть образованные люди, которые бы их предупредили об этом. Здесь один запуск космического шаттла стоит в 40 раз больше, чем создание целой программы по защите Земли от астероидов. Если бы у нас были должные знания, и если бы мы могли выделить достаточные деньги, конечно, мы могли бы уменьшить угрозу. И мы должны это сделать. Этот план защиты имеет одну слабую черту. Согласно ему, невозможно предсказать движение комет. Для этого нужна гораздо более совершенная техника. Между тем, ученые продолжают вести свои исследования. Вы не стали бы завтракать, если бы вы знали, что завтрак отравлено. Точно так же для того, чтобы уменьшить угрозу падения астероидов, необходимо делать это сейчас же, не откладывая дело в долгий ящик. Между тем, большинство исследований занимаются люди, которые любят свое дело. Известные астрономы, такие как Дэвид Мэклс. Как большинство астрономов, которые работают в любительских условиях, он проводит свои исследования угроза. Я решил не тратить огромные деньги на телескопы. Это я построил всего лишь за 5 тысяч долларов в 1979 году. В 1993 году мне было выделено страну обсерватория несколько тысяч долларов. И тем не менее, он является одним из наиболее сперсных астронов, которые сегодня работают. Только в прошлом году он открыл 9 астероидов. Дональд Леви, который вместе с Шумахером открыл комету, бомбардирующий Юпитер, работает примерно на таком же бюджете. У нас, конечно, не вражда, как у Нэнси Керринг и Танни Керринг. Мы работаем как коллеги, и я думаю, только так нужно бороться со астероидами. Это такие человеческие предприятия могут отвратить Землю от судьбы динозавров. Если кто-то и может спасти нас от этой катастрофы, то только мы сами. Мы должны взять эту проблему, мы должны решить ее. Но мы должны ставить это общими усилиями. Я действительно считаю, что это единственный наш опыт. Или же мы перехитрим сами себя. Могатерические исследования не ведутся. НАСА выделяет на них 46% того, что нужно выделять. Разве ли мы судьбу динозавров? Доктор Том Герринг сомневается в этом. Я не думаю, что мы будем смертены с лица Земли так же, как динозавры. Это произойдет гораздо быстрее, поскольку динозавры были гораздо сильнее физически. А наша сегодня глобальная система слишком взаимозависима. Мы все зависим друг от друга. Поэтому последствия будут ужасными. Если бетеорит и астероид попадет на Землю в ближайшие сотни лет, опасность не подается исчислению. Следующий вопрос состоит в том, насколько мы можем предотвратить это событие. Слушайте на момент. Представьте, что нам предстоит вымирание, если мы не можем изменить курс истории. Многие ученые считают, что метеорит, который привел к вымиранию динозавров, был диаметром 6 миль. То есть, примерно отсюда до этого дальнего пика на горизонте. Можете себе представить, весь этот район, который покрыт скальной породой и так же высотой в 6 миль. Как это можно себе представить? Существует несколько теорий того, как можно приостановить это столкновение. Единственное, нам нужно добраться до него, прежде чем он доберется до нас. Но самый прибыльный проект может быть и наиболее спорным. Если скала судного дня направляется к нам, ключ состоит в том, чтобы рассыпать ее. Но, к сожалению, мы не можем сделать прогноз ранее на полгода или на год. Если прогноз будет, то метеорит, что астероид необходимо уничтожить с помощью ядерной бомбы. Но не такой, какая взорвалась над Херосимой. В отличие от научной фантастики, которая считает, что взрыв будет ужасным, без воздушных пространств особого взрыва не будет. Ядерный дождь обрушится на астероида, он их расплавит. И самое интересное, чтобы происходить не на поверхности астероида, а на расстоянии от него. Возможно, скала будет находиться в парообразном состоянии, и в результате астероид отклонится от своего пути. Мы можем изменить орбиту астероида так, чтобы он не упал на Землю. Но наиболее приемлемый проект может быть не менее приемлемым, поскольку астероиды появляются неожиданно. Нам придется создать новую бомбу, которая поможет и будет превышать наиболее мощную водородную бомбу. Другие считают, что мы сами налетаем на себя катастрофу. Возможно, создание настолько разрушительного оружия очень поражает и пугает меня, поскольку мы можем находиться на милости террористов, которые захотят украсть это оружие. Или есть другие безответственные люди, которые, возможно, постараются воспользоваться этим. Если бы у нас была технология, согласно которой можно было бы отклонить астероид с его орбиты, тогда бы мы могли создать такую силу, которая могла бы это сделать. Но поскольку даже теория не существует, мы угрожаем самому нашему городу, самой нашей нации. А кто может ожидать, что астероид нас не перехитрит, и этот ядерный заряд не взорвется на Земле? Таким образом, мы сами вызовем для себя день страшного суда. Даже если этого не произойдет, мы уже знаем, что на Земле накоплены огромные запасы ядерного оружия. Я бы был первым человеком, который бы сказал, что нужно запретить эти ядерные оружия. Поэтому нам нечего терять времени. Мы не так потеряли уже слишком много. Катастрофа, возможно, приближается. Сейчас новый век, век ядерного разрушения. Никто не делает ракеты для военных целей. Ученые говорят, что время терять нельзя. Мы должны заняться этой проблемой, поскольку за нас это никто не сделает. Один из наиболее интересных проектов, так сказать, роботы, массовые драйверы, которые могли бы приземляться на астероиды и химическим образом стараться свести их с орбиты. Другой план использования солнечных эффектов. Мы предлагаем поставить космический щит из солнцеотталкивающего пластика. В результате он будет отклонять солнечные лучи и действовать как ракета. Распаляя поверхность астероида, в результате астероид будет распадаться до самых мелких частиц. Безусловно. Это очень деликатный проект, которому можно проходить очень осторожные. Именно поэтому многие ученые считают, что нужно воспользоваться не ядерным проектом. Мы не знаем, из чего состоят астероиды. Это может быть сплошной камень или просто огромный кусок льда. К сожалению, каждый подобный проект должен училивать химическую структуру астероидов. И если мы даже постараемся свести его с орбиты одним ядерным взрывом или одной бомбой, это не будет означать, что один маленький объект попадет во сну область земного шара, а другой в другую, и создаст гораздо большую угрозу для жизни, чем крупные астероиды. Доктор Рик Винзл пытается понять, из чего созданы подобные астероиды. Для того, чтобы понять, как с ним бороться, мы должны знать, из чего он состоит. Если он состоит из металла, мы должны использовать одни программы. Если он состоит из металла, совершенно другие. Поэтому я создаю на этом компьютере список химического состава того, что существует на каждом астероиде в отдельности. Какова его плотность, из чего он сделан? Если мы будем это знать, мы можем примерно понять, насколько быстро это тело растворится в атмосфере, растворится ли оно вообще или с какой скоростью оно будет двигаться с поверхностью Земли. Поэтому все эти вещи необходимо определить. Для этого необходимо огромное средство и огромное количество людей. Это невозможно определить только путем наблюдения в телескоп. Нам нужно как можно более детально проработать структуру каждого астероида. Именно это и пытается сделать нас. Космический корабль, НЕР, который расстроится как встреча астероида с Землей, собирается летать в космическом пространстве, отвежая астероиды. В конце концов, он будет сканировать поверхность астероида и пытаться определить его структурный состав. Поэтому ответы на вопросы, которые задавались веками, лежат в использовании подобных космических кораблей. Мне кажется, что некоторые астероиды, которые приближаются к Земле, наиболее просты для исследования. Это даже проще, чем 80 человек на Луну. Поэтому, если мы будем вести космическое исследование, я думаю, что это наиболее перспективный план. Однако мы считаем, что это, пожалуй, наиболее странные тела во Вселенной. Эти объекты совершенно другие. Они не имеют правильной формы, поэтому их очень трудно определить. Их гравитационное поле совершенно отличается от гравитационного поля планеты. Первый астероид, который вы считаете на компьютер, это астероид под названием Касталия. Мы сейчас изучаем Касталию и стараемся определить его магнитное поле. Оно имеет неправильную структуру и постоянно меняется, поскольку астероид двигается как вокруг своей оси, так и вокруг собственной орбиты. В результате получается невероятно необычный узор изысканных форм. Возможно, астероиды также станут первой степенькой для использования в человеческих целях. Мы быстро исчерпали многие минералы, которыми была так богата Земля. Астероиды также очень богаты. И поэтому мы могли бы иметь миллиарднодолларовую промышленность с использованием астероидных минералов. Мы могли бы создать там целые космические колонии. Такие удивительные возможности стояться в этом. Использовать притяжение планет, притяжение Солнца. Это может произойти через много веков, но это все-таки произойдет. Конечно, все это зависит от того, получится ли у нас использовать астероид, прежде чем астероид приземлиться на нашу планету. Использовать притяжение планеты Помните, согласно возрасту нашей планеты, мы, люди, существуем на ней всего лишь одно мгновение. Поэтому единственное, чем мы должны руководствоваться при решении этих проблем, это разум. Мы, пожалуй, единственные существа на этой Земле, которые могут защитить себя. Но для этого нужна огромная мозговая сила, чтобы сдвинуть гору, которая движется на нас во сколько 43 тысячи миль в час. Однако бюджет не выделяется. Астрономы работают в жалких условиях. Существует ли страшный суд? Придвигается ли он к нам? Если мы не узнаем это сейчас, возможно, нам уже не удастся узнать это никогда. Ученые утверждают, что жизнь на Земле была создана кометами и астероидами. Парадокс состоит в том, что они же могут и отобрать у нас эту жизнь. Я Майк Феррел. Спасибо, что посмотрели нашу программу. Субтитры создавал DimaTorzok It's classic. It's comic. It's five nights of spine-tingling fright and rib-tickling fun. Comedian Dana Gould hosts Sci-Fi Channel's Big Scary Movie Show beginning Sunday at 9 p.m. Eastern with Bela Lugosi in Dracula. 1996 Leap Year on Planet Earth. Quantum Leap Year on the Sci-Fi Channel. Instead of an extra day, you'll get extra lifetimes. Scott Bakula hosts the Quantum Leap Year Marathon on the Sci-Fi Channel tomorrow beginning at 9 a.m. Eastern. 13 to Friday the 13th. The series next on the Sci-Fi Channel. Субтитры создавал DimaTorzok